Биологические очистные сооружения Рязанской нефтеперерабатывающей компании самый важный системообразующий объект гигиены Рязани. Именно здесь фильтруют и обеззараживают канализационные воды населения города и всех промышленных предприятий города. На входе, на очистные и выходе качества воздуха, воды и почвы контролирует собственная экологическая лаборатория предприятия. Для проведения анализа используется специальное оборудование для мотостата, которым поддерживается заданная температура, необходимая для этого литерирования, 25 плюс-минус 1 градус. Оперативный отбор проб выполняют передвижные лаборатории. К примеру, пробу воздуха при помощи шприца загоняет специальный аппарат, который выдает все параметры. Полученные данные заносят в журнал с указанием даты и времени для отчетов госоргана и госфонд. Очищенные источные воды на выпуске соответствуют всем нормативам по безопасности для здоровья населения. Важный нюанс. Из всего объема принимаемых на очистку вод 85% бытовые промышленные стоки Рязани, Турлатовского поселения и других промышленных предприятий города. Собственных стоков у нефтеперерабатывающего завода всегда не более 15%. Время очистки канализационных вод 12 часов. Фильтрацию ведут в три этапа и уже на первом механическом заметно пренебрежение горожан, сбрасывающих канализацию продукта жизнедеятельности. Далее очистка стоков ведется поэтапно через аэротенки с активным илом. Заканчивается, прежде чем их сбросят в водоем, обработкой ультрафиолета. Установка биологической очистки рассчитана на прием и очистку 320 тысяч кубических метров в сутки. Поступление источных вод зависит от нагрузки со стороны населения. За прошлые сутки к нам поступило порядка 194 тысяч кубических метров, которые были приняты, очищены и, соответственно, выпущены в речку Листвян. На поддержание и развитие такого важного для города экологического объекта нефтезавод ежегодно вкладывает около 800 миллионов собственных средств. За последние годы ввели в действие блок обработки осадков, установку ультрафиолетового обеззараживания, появился единый центр экологических исследований. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».